Финансовый университет при правительстве Российской Федерации составил рейтинг городов по качеству жизни. Собственно, этот рейтинг формировался на основании очень многих критериев. Оценивалось материальное благополучие жителей, доступность жилья, экология, качество и доступность образования, состояние дорог, жилищно-коммунального хозяйства, простота организации и ведения бизнеса и по многим-многим другим. Все эти критерии в целом складывают именно то понятие, которое мы называем качеством жизни. Так вот, как и в 2022 году, в 2023 году УФА не вошла в этот рейтинг. Более того, УФА была признана одним из городов-миллионников с самым низким показателем качества жизни. Ну, почему-то я вовсе не удивлен подобной оценкой, ведь подтверждение этого рейтинга, собственно, у нас всегда перед глазами достаточно выглянуть в окно. И закономерность такой оценки города УФА, а город УФА все равно это витрина республики, закономерность этой оценки, собственно, заключена в качестве управления, в качестве администрирования городом и регионам. И действительно, как бы это ни было обидно, это абсолютно закономерно. Еще одним подтверждением вышесказанного может служить другой рейтинг. Рейтинг поменьше, может быть более локальный, но тоже очень характерный. Компания EF Education составила рейтинг знания и владения английским языком по регионам Российской Федерации и Республикой Башкортостан оказалась на последнем месте. На последнем месте по владению английским языком. Ладно, бог с ним с ненавистным англосаксонским наречием. Был бы, как говорится, хлеб насущный. Но, увы, и с этим тоже не все, слава богу. На минувшей неделе стало известно, что всего лишь за год в Республике Башкортостан вдвое, внимание, вдвое снизилось поголовье сельскохозяйственной птицы. И на прилавках магазинов региона все больше и больше кур, уток и гусей из сопредельных регионов Татарстана, Мордовии, Пермского края, Оренбуржья и так далее. Естественно, эта птица дорожает от дня ко дню, и плечо доставки, и вообще ситуация в стране никак не благоприятствует тому, чтобы птица была подешевле. Куриное мясо, напомню, самый дешевый, самый доступный источник белка для самых несостоятельных и бедных слоев населения. Так вот, курица Республика Башкортостан производит за год уже вдвое меньше, чем в прошлом году. А вот на башкирское зерно, похоже, покупателей не нашлось. Переработать даже тот скромный урожай, который мы собрали в этом году, промышленность Республики Башкортостан, не в состоянии. Продать некому, и сотни тысяч тонн зерна так и остались лежать под дождем и снегом. Собственно, специалисты говорят о том, что подобный способ хранения ведет к полному уничтожению остатков урожая. Снижается клейковина, зерно гниет и расхищается птицами, а также, как говорится, ушлыми селянами. Но пропадает не только зерно. По сути, пропадает труд сотен тысяч людей и пропадают те субсидии и инвестиции, которые были вложены в выращивание и сбор урожая. Вот, собственно, тоже результат деятельности не самых квалифицированных управленцев региона, если не сказать покрепче, но пока воздержимся.